Как бы по ним поразговаривать-то? Привет, всем привет! И это видео у нас будет распаковка посылки с сайта Asos. Потому что я уже давно не делал никаких распаковок. А тут, знаете, как-то настроение появилось делать распаковки. Плюс вы не против, вам это очень даже нравится. Ну и я в общем-то буду стараться делать на более-менее регулярной основе хотя бы половину своих посылок, ну, распаковывать их на YouTube. Вот, потому что много еще распаковывал в своем инстаграме. И короче, у нас сегодня коробка, а не пакет. И это большой плюс. И поэтому мне это должно порадовать. И когда я выкладывал себе это в сторис, многие уже спрашивали, Женя, а почему коробка, а не пакет? Всегда в пакете же приходят, когда ты заказываешь обувь кроссовки. Один из моих зрителей мне написал, что Женя, закажи какой-либо аксессуар, и тогда тебе придется в коробке. Я решил это попробовать, протестировать. И, как видите, ко мне пришла коробка от Asos. Давно я их не видел. И, в общем-то, сейчас я с вами ее открою. На удивление, распаковывается сегодня все еще проще. Оно все просто рвется. Безумно классный картон. И, в общем-то, сегодня у нас с вами будет из посылок несколько вещей. Во-первых, самое главное, это новые кроссовки. Очередные новые кроссовки, на которые мы с вами сегодня посмотрим и сравним их с кое-чем еще. И, помимо этого, у меня есть два новых аксессуара. Это вот такие вот два аксессуара. Это очки от брендов. Один бренд Asos, а другой это еще какой-то бренд. В общем, давайте тогда начнем с них. Мы их с вами распакуем, на них с вами посмотрим, потому что их я тоже, честно говоря, действительно ждал. Первые очки у нас вот такие. Это бренд Weekday. Они полностью копируют Off-White. И, конечно же, бренд Палеоно Off-White это не вариант. А обычно Off-White я очень сильно хотел эти очки. Это, знаете, те самые очки, которые используются в маске-фильтре. Они, кстати, вроде как уже sold out. Вот. В маске-фильтре инстаграма. Мне они очень нравятся, безумно, эти Off-White очки. Но, увы, они тоже везде как бы по-нормальному раскуплены. Их не купить. А ко мне на работу они не будут завезены, как я понял. Вот. И выглядят они охренительно. В общем-то, это действительно то, что я хотел. Плюс они обошлись очень недорого. Там 1500 или 1600. Ну, короче, что-то в пределах 2000. Поэтому такая очень недорогая выгодная покупка. Я прям безумно доволен. Вот. Честно говоря, в последнее время Asos меня радует ассортиментом. Я думаю, нужно будет заснять вам какие-то подборки сайта Asos. Потому что там можно забюджетно очень стильно и круто одеться. И вообще, я думаю, в последнее время что-то такое поэкспериментировать. Избавить вот эти вот свои свои траты на одежду, шмотки. И вторая у нас вещь, что тоже очки. Потому что скоро весна. Нужно очень много очков. Плюс мне нужно делать много контента. Да? Для инстаграма. Еще куда-то для вас. Это очки уже от сайта Asos. Тоже тут есть вот такой вот чехочек тканевый. И у бренда Weekend он тоже вот такой вот тканевый. То есть, обычные тканевые чехлы. Как бы. Вот. Окей. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас с вами вот такие вот тоже охеренные очки. В стиле матрица. И это уже пародия больше на бренд Dior. И я тоже хотел вот эти вот Dior очки. Но, увы, они тоже не пришли ко мне на работу в люксе. А пришли другие. И поэтому Dior я буду брать другие очки. Вот. А этим мне пришлось взять вот такую вот замену. Вот. Но есть другая форма, которую я сейчас сюда вставлю. Которую я нашел у себя. Dior. Я думаю, вот ее нужно будет взять. Потому что такую форму вроде как еще никто не копировал. Она необычная. И мне она идет. Поэтому там я думаю, можно в принципе будет заплатить за Dior. А так, блин. Выглядит очень стильный. Я даже здесь уже вижу в отражении. Мне нравится. И так, кстати, помните? У меня когда-то было правило. То, что если я начинаю снимать в очках, то я их не снимаю. Поэтому давайте мы этого правила будем придерживаться. Хотя правила созданы для того, чтобы их нарушать. Но сегодня я не хочу этого делать. И поэтому давайте смотреть. У нас с вами сегодня кроссовки Adidas. Adidas Temper Run. Охеренные кроссовки. Охеренно просто уже упакованы. Мне очень нравится, как все сделано. Каждый кроссовок в отдельную бумагу Adidas упакован. Я давно такого не видел, честно говоря. Чтобы все было так классно. И они у нас будут в необычной расцветке. Я думаю, вы все думаете, Женя, они черные с неоново-зеленой вставкой. Но нет, ребят. Это такие адские, блин, фиолетовые кроссовки. Просто охеренные. Как мне нравится Temper Run. Мне вообще понравились когда-то Ян Куан. С которыми мы, кстати, Temper Run сейчас и сравним. Я думаю, можно будет эту коробку убрать. И взять мои, одни из любимых Ян Куанов. Я думаю, я, кстати, еще сниму отдельное видео про свою, наверное, любимую обувь. Вот. Вот у нас с вами Ян Куан. Вот у нас с вами Temper Run. Блин, я не знаю, в общем, что говорить. Но, по-моему, эти кроссовки, вот они все, это настоящий огонь. Ой, мне безумно нравится то, что Adidas выпускает сейчас такие силуэты. Потому что, на самом деле, это не входит в тренд Dutch shoes. Это не входит в тренд трекинговых кроссовок. Но это выглядит настолько сочно, настолько стильно, настолько современно, что я такое реально хочу носить, не смотря ни на что. То есть, выглядит очень классно. Мне безумно нравится эта расцветка, мне нравится эта модель. В плане качества, да, давайте мы, если будем говорить и сразу сравнивать. Я могу сказать то, что замша тут такая же просто превосходная. Потому что в Ян Куанах используется очень-очень крутая замша, которая прямо, когда ты по ней проводишь пальцем, ты видишь, как у нее меняется вот это направление ворса. Она безумно мягкая, безумно приятная. Эта замша, к слову, самая, наверное, не езносостойкая, казалось бы. Но в производстве самая все-таки дорогая и самая качественная. Вот, поэтому это именно та замша, которую замшей называть можно. И здесь она используется такая же. Как я уже сказал, расцветка просто, как мне кажется, великолепная. И здесь, наверное, стоит сразу же сказать, с чем их носить, с чем их сочетать. Потому что у многих возникает такой вопрос, потому что насчет этих кроссовок даже писали. Но если вы не понимаете, с чем их носить, помимо Total Black Look, во-первых, Total Black Look это идеальный для них вообще вариант. Потому что вы их будете использовать как акцентирующую часть. То есть вы ввести в черном, а это такой яркий-яркий акцент. Либо же, либо же вы можете их носить с какими-то максимально схожими по оттенку цветами. То есть низ может быть черный, типа джинсы темные, черные, да. Вот. Но верх может быть, смотрите, приближенный к этому, приближенный к этому, этому, либо этому. То есть темно-синий, фиолетовый, лавандовый, цвет Tiffany и все такие подобные цвета вы можете использовать наверх. Поэтому на самом деле вы не ограничены. Эти кроссовки вам позволяют вообще по-разному экспериментироваться своими образами. Не хочу сейчас говорить про подошву, про стельте. Мне кажется, это уже все обозревали по многу раз. Я хочу их померить и понять, насколько они удобные. И насколько мне будет в них, наверное, комфортно ходить. Давайте сейчас я это, в общем-то, сделаю и вам скажу свои итоговые впечатления. Так, ребят, вот я вернулся. Вернулся уже в других очках. Вторых наших Off-White. Типа Off-White, окей, да. Вот, потому что вот эти Dior, мне кажется, все-таки, ну, вот эти круче, чем вот эти. Ну, это мое чисто субъективное мнение. Не знаю, кто как подумает, но вообще вернулся, чтобы продолжить с вами разговаривать о кроссовках. А вот этих вот охеренных прос, как бы по ним поразговаривать, что я могу сказать? Удобные достаточно, да. Но в чем большая разница? У Ян Куан вот это вот весь язычок очень мягкий, очень мягко выполнен. Вот у этих же, у Temporan, он достаточно твердый. И поэтому он, как бы вам сказать, я его сильно ощущаю, и мне это вызывает какой-то некий дискомфорт, когда я надел эти кроссовки, сильно их зашнуровал, но мне немного некомфортно. Второе, это то, что когда я в них хожу, а я специально на мне двое кроссовка, да. Вот, когда я в них проходил, я понял то, что Ян Куан вообще отлично просто чувствует себя, да, на моем полу. А вот почему-то Temporan слегка прилипают. В чем дело, я понять не могу, но я слегка чувствую ощущение, будто бы у меня пол залит был каким-то, я не знаю, компотом. Я по нему проходил. Это не очень приятно, но что ж, я надеюсь, надеюсь, такого ощущения не будет где-либо еще. Вот, потому что в остальном мне кроссовки очень нравятся. И, честно говоря, по дизайну мне они нравятся больше, чем Temporan. Ой, больше, чем Ян Куан. Temporan мне нравится больше, чем Ян Куан, потому что у них есть рефлективные вставки, у них есть какие-то дополнительные, блин, детали. И очень круто они выглядят, прям безумно круто. Вот, к тому же они сейчас на скидке на сайте Asos, на сайте Farfetch, на многих других сайтах. Поэтому я советую вам к ним присмотреться, если вы ищете крутую, в общем, максимальную обувь в каком-то минимальном бюджете, не выходя за 10 тысяч. И если вам не нравится тренд на трекинговые кроссовки и на жесткий дедшуз, потому что вот этот, это выглядит современно, круто, свежо. И это хочется носить, несмотря ни на что. Вот, поэтому я однозначно за Temporan, за Ян Куан и за все такие модели. Потому что, как мне кажется, это тот самый дополнительный глоток свежего воздуха к тем трендам, которые у нас с вами имеются и в которые многие не хотят впадать. Потому что я сам трекинговую обувь, ну, не до конца это мой тренд. То есть я там люблю буквально несколько моделей всей душой и сердцем. Вот, а так, конечно же, я больше вообще по дедшуз и вот, наверное, по вот таким кроссовкам. Вот это вот мне промочит, нравится. И на этом давайте закончим. Надеюсь, это видео было полезное, интересное, информативное для вас. И всем пока.